Добрый день! Я приветствую вас на канале Полезные Товары. С этого дня, с сегодняшнего, буду для вас делать видео-обзоры по автоинверторам с 12 на 220 преобразователей, их еще называют. Это же вступительное видео по общим правилам и критериям выбора этих устройств. Особенно будет полезным для людей, которые раньше не имели дело с этими приборами. Итак, оставайтесь с нами и смотрите этот видео-обзор. Итак, друзья, начинаем вашему вниманию вступительное видео, или оно называется «Правильный выбор автоинвертора с модифицированной синусоидой». Отмечу это, это не с чистым синусом, а с модифицированной синусоидой. В конце обзора я об этом расскажу. Итак, прежде чем выбирать автоинвертор, нужно позаботиться об источнике питания, то есть аккумуляторной батареи. Прежде всего, имейте в виду, что на каждые 10 Ач аккумулятора, грубо говоря, он может выдавать мощность около 100 Вт. То есть, если у вас АКБ 50, как примеру, то при всем своем желании этот аккумулятор не может выдать мощность более 500 Вт. Даже когда абсолютно новый и полностью заряженный. Поэтому, если хотите подключать приборы общей мощностью, скажем, 1 кВт, то сначала нужно подобрать для этого хороший аккумулятор. Лучше, если он будет более 100 Ач. Это первый фактор. Следующий момент – это заряд аккумуляторной батареи. Нужно помнить, что свою максимальную мощность батарея выдаст только при полном заряде, где-то около 14,5 Вт. Да, существуют там кальциевые, полный заряд у них, по-моему, более 16 Вт. Но не будем вдаваться в подробности. В основном 14,5 Вт. Вот так вот ориентируйтесь. То есть, при падении напряжения на АКБ мощность, соответственно, тоже будет уменьшаться. Имейте это в виду. Следующий фактор – время работы. Мне очень часто задают вопросы о продолжительности работы. То есть, вот у меня такое-то устройство, такой-то аккумулятор и инвертор. Сколько он проработает? Это точно такой же вопрос, как и у меня такой аккумулятор, вот такая зарядка, сколько будет заряжать? Это, вы знаете, это как риторический вопрос. На них невозможно дать однозначный ответ. Потому что на этот фактор влияет очень много показателей. К примеру, это степень заряда аккумулятора, емкость аккумулятора. То есть, понятно, что если на сотку подсоединить устройство 500 Вт, какой-то прибор подключить, то он проработает больше, чем на том же аккумуляторе, допустим, прибор мощностью 800 Вт. Изношенность АКБ, то есть, вид аккумулятора, то есть, гелевые там дольше держат, допустим. Температура окружающей среды и так далее. Очень много факторов зависит от времени работы. Это вы узнаете на собственном опыте. Следующий. Запас по мощности. Всегда нужно иметь в виду, что нельзя брать устройства и использовать их, как говорится, на полную. Обязательно нужно оставлять запас хотя бы 25-30%. То есть, если у вас опять та же сотка аккумулятор, то желательно не нагружать ее более, чем на 600-700 Вт. По крайней мере, продолжительно. Кратковременно, да, будет работать, но если постоянно работает нагрузка, оставляйте и запас аккумулятору. Устройство прослужит вам в разы дольше, чем когда будет работать, к примеру, на износ, на полную. То же самое касается автоинверторов. В принципе, это касается всех устройств. Оставляйте автоинверторам запас. Ну, об этом позже мы с вами также еще затронем эту тему. Так, теперь можно поговорить более подробно именно об автоинверторах. Дошли мы до этого. Первое, на чем хотел бы сконцентрировать ваше внимание, это мощность, указанная в паспортах устройств. То есть, я имею в виду сейчас Ханда, УКС, ТБЕ, Power Inverter, вот такого плана инверторы. Они, в принципе, практически одинаковые. Да, существуют, например, УКС новых модификаций, они более тяжелые. У них там несколько трансформаторов, и мощность у них, соответственно, больше. Хоть и написано, у старых УКСов два типа киловатта, и у новых тоже два, но новые там явно помощнее. Но, как правило, в таких устройствах, вот, пишут 500 Вт, а пиковая мощность, там, допустим, иногда бывает 700, 800, там, даже 1 киловатт. Ну, я бы вам не советовал надеяться на вот эти вот данные. Как правило, вот 500 Вт, это и есть, это пиковая мощность. То есть, при 450-500 Втах, в принципе, уже сработает защита. Так, опять приходим к запасу по мощности. Обязательно это помните. Оставлять запас, выбирая инвертор. То есть, допустим, у нас, вы выбираете автоинвертор на 1 киловатт. Вот, да, написано на нем 1 киловатт. То реально его лучше всего использовать до 650-700 Вт максимум. Но это учитывать, если вам позволит это сделать, конечно же, ваша аккумуляторная батарея. То есть, если вам нужно 500 Вт, не берите вы 500-ку. Не берите. И 50-амперчасовой аккумулятор. Ну, это как нонсенс. То есть, практически на полную, практически на износ, но 500-ка вам не выдаст 500 Вт. Вот из тех моделей, которые я, в принципе, назвал. 500-ка вам нужна. 500 Вт. Есть, существуют 700 Вт, 800, вот 1000 в крайнем случае. Берите такой и всегда берите аккумулятор. То есть, доставайте его, не знаю где, с автомобиля или новый. Покупайте 70-ку, 80-ку, сотку. Вот вам будет работать 500 Вт без проблем. Следующий момент. Обращаем внимание на то, что в комплектах к преобразователям идут провода с заметно меньшим сечением, чем требовалось бы для использования их на полную заявленную мощность. Даже вот у двушки, казалось бы, вот двушка, вот 1000-ник, да, значительно превышает здесь сечение, но все равно это не будет 2 кВт. Так, что касается прикуривателя, то сюда не более 200 Вт. Это как аксиома, просто даже запомните. Через прикуриватель не более 200 Вт. Все, что выше мощности, напрямую к клеммам аккумулятора. Следующий момент. Очень многое зависит даже от времени года. То есть, летом автоинвертор на 1 кВт может отключиться даже при 400 Вт, при продолжительной работе. То есть, может сработать защита от перегрева. В то же время, как зимой, этот же инвертор, скорее всего, не сработает защита на нем даже при 600-650 Вт. Но это при соблюдении элементарных правил эксплуатации, то есть, не закрывать вентиляционные отверстия, отдавать прибору приток воздуха и так далее. Об этом также нужно помнить. Следующий момент. Крокодильные зажимы должны иметь хороший контакт с клеммами аккумулятора. Иначе может сработать, опять же, защита, подсоединять так, чтобы они соприкасались как можно большей площадью. Но это я вам рассказываю уже нюансы такие. И, наконец, подключаемые приборы. Это всевозможные бытовые электроприборы. Ноутбук, лампочка. Кстати, не энеразберегающая. Там нужен только чистый синус. Обычная лампочка накаливания. Телевизоры, радио, планшеты, телефоны, обогреватели, электроплитки. Вот такого плана электроприборы все подойдут для работы с этими инверторами. Не подходят те устройства, которым нужен на выходе чистый синус. Разницу, хотя бы чтобы вы приблизительно, но вот даже не на словах, а я вам привожу здесь графики выходного сигнала с чистым синусом. И модифицированный какой есть именно у этих преобразователей. То есть разница существенная. Она есть. Например, платы котлов, устройства с компрессорами, холодильники, кондиционеры работают с устройствами с чистым синусом. Вот инверторы. Там должна быть в характеристиках указана обязательно эта опция. То есть не опция, а какой сигнал, выходной сигнал у этих устройств. В принципе, я встречал, что и работали с такими устройствами холодильники, вот с модифицированным синусом. Но автоинвертор очень греется, перегревается, часто срабатывает защита. То есть надолго вам его на самом деле не хватит. Вот, пожалуй, все, наверное, в этом общем видео об основных критериях выбора автоинвертора. Если что забыл, я буду дополнять именно в обзорах, в каждом обзоре по соответствующему автоинвертору. И также это видео будет обязательно добавлено во все эти обзоры. На этом у меня все. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. И, в принципе, оценивайте его, подписывайтесь на канал и ожидайте новых видеообзоров. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok